коллеги охотники всем привет друзья сегодня у нас с вами речь пойдет о новых технологиях в охоте а именно о поиске обнаружения и наблюдений за перемещением дичи в угодьях на дальних дистанциях в любое время суток при любой погоде в любой сезон не так давно со мной связалась компания цех которая является официальным партнером немало известного белорусского производителя пульсар и предложила взять на обзоры их тепловизоры к слову сказать разработчики пульсар является сами охотниками до мозга и костей поэтому продумана эргономика защита и функционал как бы красной нитью проходит через все их производимые приборы что же технологии уже довольно активно используется в охоте да и в других сферах деятельности тема довольно интересная актуальная к тому же вот лично мне додумаю как и многим из вас будет очень любопытно узнать как же все-таки работают такие приборы вот не вред не как у них показано во всяких рекламных промо роликах где там все быстро четко и красиво а именно вот в реальных условиях для человека который впервые взял такое устройство в руки мне предложили взять на обзор несколько их приборов и из довольно широкого перечня по каталогу меня прежде всего заинтересовали два такие устройства форм-факторе монокуляра и об одном из них у нас сегодня с вами и пойдет речь вообще друзья давайте для начала немного теории как это у меня обычно заведено поясню для тех кто в принципе не знает что такое теплик и может быть не видит каких-то отличий от приборов ночного видения расскажу вам детальнее о принципах работы таких приборов о некоторых неочевидных нюансах и особенности их использования применимы именно в охоте по сравнению с ночником тепловизор существенно упрощает именно ночные наблюдения поскольку способен без внешних или искусственных источников света то есть вообще без какой-либо подсветки в абсолютно полной темноте находить и распознавать любые теплые объекты на довольно приличных расстояниях он без проблем видит сквозь дождь туман дым кроме того он не подвержен засветкам как большинство ночников впрочем тут есть и свои подводные камни о которых в рекламных роликах почему-то не упоминается принцип действия любого теплового прибора заключается в том чтобы показать охотнику тепло однако если это самое тепло сидит где-то за густым кустарником то о его наличии вы сможете только догадываться так что запомните листва и кустарник это враг тепловизора тогда как пнв усиливает естественное ночное освещение или работает с инфракрасным фонарем и вся листва и ветки видна в ночник в мельчайших подробностях но справедливости ради в целях именно обнаружения объекта охоты запаса дистанции пнв далеко не всегда хватает поэтому здесь лично я сторонник следующей формулы в теплик наблюдаем а через пнв стреляем еще один аргумент в пользу именно такой формулы учтите что рога через тепловизор вы не увидите то есть отличить самца лося от коровы через теплик вам будет крайне сложно следующий не менее весомый аргумент именно за такую связку это проблема рикошета от веток до тепловизор безусловно прорисует вам цель но всякие ветки на фоне теплокровного животного просто померкнут обязательно на будущее учтите этот момент особенно если вы все-таки когда нибудь решите охотиться с тепловизионным прицелом потому что в лучшем случае это будет подранок которого вам еще и добирать придется ну а в худшем случае пуля срикошетит уйдет еще неизвестно куда и охота просто испорчена ну что ж теперь надеюсь становится понятно почему для наблюдения за объектом охоты лучше всего использовать именно тепломонокуляр впрочем ребят тема довольно живая и интересная поэтому обязательно пишите в комментариях ваши соображения на этот счет мне будет очень интересно пообщаться с вами услышать ваше мнение и вот собственно главный вопрос а какой именно тепловизор для наблюдения нам выбрать их сейчас представлено довольно большое количество в разном ценовом сегменте но лично я здесь придерживаюсь следующих критериев это компактные размеры легкий вес простота в использовании и обязательно наличие пылевлагозащиты потому что охота происходит далеко не всегда комфортных для нас условиях и вот как раз из бюджетных тепловизионных монокуляров пульсар мое внимание прежде всего привлёк вот такой вот вариант перед вами тепломонокуляр пульсар axion модель xm30s на сегодняшний день он является флагманом линейки axion и в нем как раз и сочетается все эти критерии он легкий весит всего 250 грамм очень компактных размеров так что помещается запросто в карман их еще так и называют карманный теплик и он до безобразия просто в управлении в чем мы с вами сейчас наглядно и убедимся корпус прибора очень прочный выполнен из легкого магниевого сплава и имеет класс защиты по ipx 7 то есть это не просто какая-то пыль и влага защита а фактически экстремальные условия вплоть до погружения прибора под воду глубиной до одного метра на полчаса разработчики также учли возможность использованию прибора при низких отрицательных температурах зимой он комфортно работает до минус 25 градусов и также себя замечательно чувствует в жару вообще его запросто можно отнести к приборам для такой нещадной жесткой эксплуатации в различных экстремальных условиях в том числе и в горах это вот знаете такая боевая рабочая лошадка в руку ребят он ложится идеально не скользит снизу даже вот здесь прорезинен и имеется страховочный ремешок на ладонь в точности такой же как на видеокамерах сам корпус имеет такой приятный эргономичный продуманный дизайн по размерам он практически такой же как цифровой дальномер что называется умещается на ладони вот здесь диоптрийное кольцо для настройки изображения под ваше зрение крышка объектива заботливо закреплена на ремешке чтобы никуда не потерялась и вот это кольцо фокусировки с таким тугим ходом то есть регулировка четкости изображения сам объектив оснащен вот таким вот эластичным наглазничком сверху расположены четыре кнопки управления причем заметьте с таким расположением кнопок разработчики учли удобство использования прибора как левшам так и правшам ремешок кстати тоже без проблем перекидывается на левую сторону вот здесь вот учтены для него такие прорези ребят то что таким вот деталям разработчики уделяют должное внимание с заботой о пользователях согласитесь уже о многом говорит сами же кнопки расположены так что четыре пальца руки тут же ложатся на них как будто и были здесь всегда это еще раз к слову о продуманном дизайне и эргономики здесь же за кнопками находится индикатор состоянии работы прибора в этой части резиновая заглушка и доступ к разъему micro usb для зарядки устройства и подключения к компьютеру а вот эта кнопка извлечения аккумулятора сам же аккумулятор располагается вот в этом отсеке это вот такая литий-ионная батарея обратите внимание вот на эту точку здесь и точно такая же точка на самом приборе то есть специально продумано какой стороной вставлять батарейку впрочем как-то криво ее поставить все равно вряд ли удастся благодаря вот этому пазу емкость аккумулятор составляет 3200 миллиампер часов в среднем это примерно 3-4 часа работы в зависимости от интенсивности использования прибора и температура окружающей среды и здесь учтите такой момент что на охоте в угодьях вы будете находиться далеко от населенных пунктов или охот базы с электрическими розетками так что заранее продумайте нужное количество батарей к прибору особенно если вы решили всю ночь провести где-то на вышке в противном случае это устройство может оказаться просто красивым кирпичиком впрочем его без проблем можно подключить и к внешнему источнику питания и уже время работы будет ограничено только лишь емкостью вашего пауэрбанка собственно вот и все что касается органов управления эргономики прибора ребят ну прям в буквальном смысле слова придраться не к чему но даже вот здесь смотрите в нижней части вот эта резьба для крепления площадки и установки теплика на штатив кстати особенно при увеличении картинки будет ощущаться вот это вот естественное дрожание то есть ну тремор рук поэтому если вам нужна более стабилизированная картинка устанавливайте теплик на штатив и без проблем работайте с ним со штатива теперь переходим к самому интересному функционал и наблюдение в реальных условиях открываем объектив включаем прибор вот этой кнопкой короткое нажатие настраиваем фокусировку изображение кольцом и уже фактический прибор готов к работе все началось наблюдение внизу экрана мы сразу видим статусную строку синими иконками текущих установок слева пресет контрастности режим калибровки текущая кратность четыре с половиной звук время и состояние заряда аккумулятора прибор оснащен hd дисплеем вот этим экранчиком с разрешением 1024 на 768 а вот сама матрица здесь 320 на 240 всего да хотелось бы конечно какой-нибудь детализированную 640 матрицу но это ребята уже совсем другой форм-фактор то есть приходится мириться именно с компактностью впрочем и 320 матрица вполне себе показывает довольно детальную картинку а главное что отвечает основным нашим задачам это обнаружение поиск дичи на коротких и средних дистанциях объектив прибора здесь имеет установленную изначальную кратность четыре с половиной раза а вот максимальное увеличение здесь достигает 18 крат правда учтите что этот цифровой зум и разумеется при таком увеличении картинка уже начинает распадаться на пикселы и что называется шуметь но и также больше ощущается тот самый тремор рук то есть здесь как я понимаю нужно выбрать такую вот золотую середину между увеличением и качеством картинки изменять кратность можно прямо в процессе наблюдения путем длительного нажатия на кнопку с верхней стрелкой то есть кнопка вверх увеличение происходит скачкообразным путем на заданные по умолчанию значения впрочем разработчики учли плавные изменения кратности коротким нажатием на кнопку меню выбираем вот этот пункт быстрого меню и стрелками вверх-вниз плавно изменяем кратность на нужную как заявляет производитель дальность обнаружения в этом приборе составляет 1300 метров однако сразу обращаю ваше внимание что это именно обнаружение но не распознавание это означает что с этим прибором на расстоянии 1300 метров вы увидите небольшую светящуюся точку однако эта самая точка не дают нам абсолютно никакого сведения что же там на самом деле находится конь лось или может быть загулявший местный житель поэтому будьте предельно внимательны и осторожны с этим моментом то есть это я к тому друзья что на такой дистанции скажем распознать кабана будет практически невозможно более-менее комфортное наблюдение за секачом происходит примерно на расстояние от 400 метров что согласитесь кстати тоже немало однократными короткими нажатиями на кнопку вверх сразу же изменяем предустановленные режимы тепловой контрастности изображения но также здесь предусмотрены и пользовательские настройки яркости и контрастности которые без проблем можно изменить коротким нажатием на кнопку меню вызываем снова меню быстрого доступа где уже можно более вдумчиво подстроить яркость контрастность зависимости от местности и условий наблюдения если же нажать и задержать эту же кнопку меню то попадаем уже в меню прибора самые первые иконка те же пресеты контрастности далее изменение тепловизионной гаммы также можно задать варианты калибровки прибора вот сейчас стоит автоматическая вы наверное заметили да на примерах вот такой как бы перещелкиванные картинки то есть некий такой стоп-кадр в момент наблюдения вот это и есть та самая калибровка сенсоров матрицы по температурному фону дело в том что при изменении температуры матрицы и в целом самого прибора в процессе работы то есть его нагрева или охлаждения происходит также изменение характеристик сенсоров матрицы происходит это неравномерно и не по всему полю матрицы в результате чего картинка может значительно ухудшиться так вот именно для этого и предусмотрена калибровка температурного фона если мы выбираем автоматическую калибровку то прибор с определенной периодичностью будет как бы перещелкивать картинку выглядит это типа стоп-кадра в результате вам уже не нужно будет проводить никаких дополнительных манипуляций по калибровке сенсоров но если вам мешают такие частые перещелкивания то в принципе можно выбрать полуавтоматический режим в этом случае калибровка будет осуществляться путем однократного короткого нажатия на синюю кнопку включения в ручном же режиме перед калибровкой еще будет необходимо и закрывать крышечку объектива идем далее запись звука вместе с видео включен выключен вот это интересный режим кадр в кадре при его активации появляется окошко с детальным увеличенным объектом попавшим в поле зрения объектива пролистываем ниже попадаем в меню установок тут тоже все понятно язык дата время единицы измерения форматирование встроенной флеш памяти кстати разработчики молодцы и учли возможность управления прибором посредством встроенного в него вай-фай модуля через фирменное приложение stream vision которое без проблем качаем с google play или app store активируем в приборе модуль вай-фай в настройках гаджета вай-фай выбираем наш теплик и соединяемся с ним 12345678 пароль по умолчанию так есть контакт запускаем приложение все теперь некоторыми функциями прибора можно удобно управлять через ваш гаджет и что самое главное приложение дает возможность вывода картинки прямо в режиме реального времени ко всему прочему в приборе имеется встроенный фото-видео рекордер с флеш памятью объемом 16 гигапайт разрешение записи 1024 на 768 нажатием кнопки со стрелкой вниз тут же активируем запись и этой же кнопкой запись прерываем форматы mpeg 4 для видео и jpeg для фото соответственно но кстати ребят вот рекордер это до встроенный я вот помню были теплики раньше еще которым надо было этот внешний рекордер подключать возить его с собой здесь все вот в этом корпусе ну мелочь а приятно пусть себе кабанчика снимает отснятый материал можно удобно просматривать через приложение а можно также скачать и на компьютер подключив к нему прибор с помощью usb кабеля теперь пожалуй самое главное в этом маленьком теплики есть еще и встроенный дальномер что для наших задач считаю опции крайне важный для выбора функции дальномера вызываем быстрое меню и пролистываем до иконки с полосками расстояние до объекта здесь определяется по принципу стадиометрии то есть определение расстояния по изображению для этого нам необходимо знать размеры наблюдаемого объекта в частности его высоту разумеется бежать с рулеткой к лосью или кабану и замерять его рост нам с вами не требуется прибор же нас сам примерно и сориентирует для этого имеется три предустановленных значения для объектов заяц высота примерно 30 сантиметров кабан 70 сантиметров и олень метр семьдесят значение те естественно усредненные но эти три варианта можно также применить и к другим объектам охоты например к лосью или косули конечно нам бы хотелось с вами математической точности но в данном случае это не столь принципиально нам мы ведь стрелять не собираемся нам не нужно вводить поправки а вот примерно определить расстояние до наблюдаемого объекта считаю штукой очень полезной работает это все следующим образом видим два красных штриха кнопками вверх вниз двигаем верхний штрих так чтобы наша цель оказалась ровно между нижним и верхним штрихами одновременно с этим происходит и автоматический пересчет дальности до цели то есть эта штука пусть и огрубленно но позволит нам сориентироваться по удаленности до объекта и еще раз акцентирую ваше внимание друзья все это умещается вот здесь вот ну а сейчас я сделаю в вставочки видео отснятые с этого прибора чтобы вы посмотрели как именно происходит наблюдение за дичью в угодьях ночью на самом деле помимо охота на копытных с этим тепломонокуляром можно ведь и искать подранков с ним можно и нужно искать подранков и он значительно облегчит труд в поиске особенно когда собака допустим сбилась следа не смогла найти или вообще кстати убежала между прочим и саму собаку можно с ним же искать для егерей опять же штука довольно полезная в плане наблюдения за зверем контроля популяции особенно где-то в мало знакомых участках вообще у прибора довольно широкий спектр применения помимо охоты ведь его можно использовать в поисково спасательных операциях в туризме в охране скажем где-то в энергетике в морском деле то есть вообще везде где требуется обнаружение какого-либо объекта излучающего тепло ну а теперь ребят давайте рассмотрим его комплектацию и здесь мужики меня пульсар вновь удивил я вообще не сторонник рассказывать о картоне и вообще в принципе мы же покупаем прибор они коробку но это не просто коробка это произведение искусства во первых она открывается вот здесь два мощных магнита открывается и закрывается на магнитах у нее очень стильный дизайн все так очень хорошенько продумано здесь ну то есть вот прямо такой знаете хороший западный уровень если не сказать что выше так вот в этой самой красивой коробки у нас находится вот такой вот замечательный чехол для хранения и ношения прибора в нем же здесь кабель micro usb для зарядки прибора и подключение компьютеру опускаем сюда теплик застегиваем чехол такой плотненький качественный вот такой ремешок для ношения на плече в общем-то в принципе у вас так и будет прибор находиться и хранится всегда здесь они в этой коробке дальше здесь еще вот такая коробочка а в ней зарядное устройство сразу для двух батареек и заметьте опять же вот с такими точечками чтобы ничего не перепутать то есть так же само как и вот здесь я вам показывал зарядка осуществляется путем то есть вот куда-то что-то неправильно поставить у вас уже не получится вот совместили с точечками подключили по usb кабелю пошла зарядка кстати вложили молодцы еще и адаптер 220 даже далеко не все вкладывают в принципе можно подключить и к такому же адаптеру от смартфона например все равно прибор больше тока чем ему надо не заберет но молодцы продумали учли впрочем заряжаться можно как от вот этого зарядника так и вот power bank а компьютера или ноутбука и и даже от автомобильного прикуривателя в коробке также находится инструкция на разных языках включая наш родной и гарантийный талончик да вот еще забыл вот здесь же вот в этом же чехле вложили молодцы вложили это всегда приятного такие вещи ребят салфеточку для ухода и чистки оптики для ухода за оптикой смотрю я на это на все ребят и прям душа радуется за отечественного производить ах да белорусы братья белорусы ну конечно нет ну смотрите здесь даже на приборе написано made in russia сделано в россии до душа радуется за отечественного производителя потому что ну настолько все продумано начиная от эргономики дизайна самого прибора его функционала заканчивая вот этим замечательным комплектом в общем пульсар молодцы ребят так держать вообще друзья я хоть и сам такой знаете закостенелый любитель всего классического и довольно долго и нехотя прихожу ко всем таким новым технологическим новинкам но вот что касается вот этого прибора то я серьезно сейчас пересматриваю как бы свой подход в использовании таких вещей в охоте и да я даже запланировал такой себе приобрести конечно стоит он прямо таки скажем недешево и вот так вот сходу например ну лично я себе его позволить не могу придется копить но в принципе по сравнению вот с тем что я знаете я помню вот когда это все только эра этих тепловизионных приборов тока появлялась они стоили просто запредельных денег там достигала сумма миллиона рублей и и даже такие были которые покупали и их активно использовали на охоте вот но сейчас это стало более доступно в принципе деньги подъемные будем копить ну и кстати к вопросу о покупке приобрести этот прибор вы сможете у официального партнера компании тут ру а при оформлении заказа по промокоду юхантер вы получите пять процентов скидки на этот и любой другой прибор марки пульсар you can или фортуна ссылочки на сайт магазина где можно заказать этот прибор и промокод в описании но на этом серия моих обзоров тепломонокуляров пульсар не заканчивается и в следующий раз мы рассмотрим уже с вами вот этот прибор из серии гелион с повышенной тепло чувствительностью и чумовой по качеству и детализации картинкой большущей вам удачи метких вам выстрелов и пока увидимся